Мега-проект Мега-проект, как некий такой грандиозный образец вот этой традиции, он здесь представлен благодаря директору и сотрудникам Торжовской и Златошвей, предприятие, которое многие-многие годы работает в одном из городов Тверской земли, который я называю «Жемчужиной Верхней Волжи». Это 90-й псалом, который обычно читается с призыванием имени Божией, с уверенностью в том, что тот, кто живет под кровом Всевышнего, тот будет защищен Богом от всех самых неприятных обстоятельств. И мы сегодня в каком-то смысле возвращаемся к тому времени и к опыту той молитвы, которая очень много сберегла и спасла по вере тех, кто ею молился. Есть такие формы, через которые, как говорят, душу проникает. Мне кажется, это как раз тот случай. Я сегодня прошел как положено вокруг, зашли вон утык. Вот ты же по-другому это понимаешь. И вот идешь и за каждым шагом читаешь молитву. И еще раз хочу поблагодарить вас в вашем лице и тех, кто работает сегодня, наверное, на фронте культуры, фронте искусства. И сегодня это так важно, когда мы все разные. И многие задумываются, кто мы, откуда, куда и зачем идем. Я знаю, что для региона это бренд. Бренд неповторимый, бренд уникальный. Я не сомневаюсь, что это лучший подарок для каждой женщины. Ну и, конечно, когда Россию узнают по торжопским золотошвеям, конечно, гордость за Тверской регион переполняет себя. И всеми силами стараюсь помогать распространять вот ту культуру золотого шитья, то уникальное мастерство, которым гордится наш Тверской регион. Народно-художественные промыслы – это культурный код нашей страны. И насколько разнообразен наша страна, настолько разнообразны и те промыслы, которые мы храним и развиваем. Золотошвея – это яркий пример ручного труда, труда, в который люди вкладывают свою душу. Здесь как раз представлены произведения, великие произведения наших умельцев. Так что мы собираемся внедрять все, что, так сказать, полезное для страны, для Родины. Вот это наши основные, так сказать, задачи. Не каждый был в Таджке, не каждый может поехать. А сегодня мы Таджок – старинный, древний город. Можем почувствовать здесь. И самое главное – помолиться. Помолиться о России, помолиться о ее будущем и помолиться о мире. Я не мог пройти мимо этих уникальных вещей. Я знаю, сколько примерно эти святыни убрали времени каждого человека, который пытался своей душой проникновенно донести до нас то, что этот человек чувствует. Или действительно душевно объединяющие, заставляющие задуматься. Потому что пока идешь эти три круга, ты же не просто читаешь, ты о чем-то думаешь, у тебя в голове складываются какие-то мысли. И вот когда в круг заходишь, состояние такое, ну действительно помечтать. И почему-то, не знаю, как у других, у меня желание попросить не за себя даже, а за других, за близких, за родных. Ну, такое. И на самом деле очень приятно, очень душевно. И оставляет очень светлые воспоминания. Правда. Спасибо большое. Спасибо. Довольно приятно. Это сразу хочется в это верить. И сразу читаешь, как задумываешься за родных. А вот эта энергия любви начинает проявляться и объединять. И пояс помогает людям осознать вот эту целостность, единство. Эх, ты, Русь, могучая, вставай, 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 да запивай. Сердца людей ты согревай. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok